Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 20 января, понедельник, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 11 стихи с 17 по 23 и стихи с 27 по 31. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен, и из мертвых воскресить почему и получил его в предзнаменование. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова Исаава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей, по рождении три месяца скрываем, был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они черемное море, как по суше, на что покусившись Египте не употонули. Верою пали стены Иерихонские по семидевному обхождению. Верою Раа в блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Итак, дорогие братья и сестры, сейчас идет период попраства, праздника Святого Богоявления, то есть крещения Господа нашего Иисуса Христа, который продлится до 27 числа данного месяца. И сегодня нам предлагается вновь отрывок из послания апостола Павла к евреям. И вновь мы читаем с вами отрывок о вере. И говорится о вере Авраама. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Это очень драматичный эпизод Священного Писания, но в то же время он скрывает всю серьезность веры человеческой и всю серьезность тех испытаний, которые выпадают на долю человека. И Авраам – это великий пример для всех нас. Тем более, по слову апостола Павла, Авраам является отцом всех верующих именно на том факте, что Авраам стал праведным в очах Божьих, то есть еще до того, как появились заповеди, когда у человека появилась какая-то возможность заслужить своими делами хоть какую-то правду в очах Божьих, Авраам уже стал праведным. И поэтому праведность, она по вере дается человеку, а не по делам. Хотя вера без дел мертва. Это тоже важно помнить. Не может быть живой веры без добрых дел во имя данной веры. Тогда эта вера мертвая – это просто лицемерие. Вообще весь этот эпизод с Авраамом и Исааком очень напряженный. Единственный сын, сын обетования, прежде всего, не единственный сын Авраама, еще был Измаил, но это не сын обетования, это сын человеческого произвола, это надо признать. А Исаак – сын обетования в том, в ком Бог сам обещал. И здесь испытание, глубокое испытание веры, веры Авраама. Но ведь не просто здесь идет испытание веры, здесь еще идет испытание любви, преданности. Бог даровал Аврааму сына. И Бог же его и хочет забрать. И действительно, это выбивается из всех логических рамок. Если ты даровал, то держи одну линию. Но Авраам не задает никаких вопросов Богу. Авраам идет. Это очень тяжело по-человечески. Каждый из нас, особенно те, у кого есть дети, могут понять, что чувствовал Авраам. Ему нужно принести в жертву собственного сына. Но он доверяет Богу. Он верит Богу. Он, по-человечески, быть может, абсолютно не понимал, зачем это делать. Но он доверился Богу. Как он доверял до этого. Это говорит о очень чутком сердце Авраама. Очень чутком сердце к призывам Божиим. И он идет. И мы знаем эту историю, что Исаак не был принесен в жертву. Это был прообраз. И даже здесь говорится, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его предзнаменование. Это уже, конечно же, толкование. Из самого текста Ветхого Завета мы не можем вывести этого толкования. Апостол Павел толкует этот эпизод так, как будто Авраам был уверен, что Бог воскресит Исаака. Быть может, так оно и было. Это было действительно, но все-таки он верил, что Исаак будет воскрешен не моментально, как в какой-то будущий период, в период будущего воскресения. Но так или иначе, это не отменяет всей трагедии и всего драматизма этой ситуации. И мы видим, на какие жертвы порой приходится идти человеку. Отказываться от карьеры, отказываться от каких-то благ этой жизни во имя веры. И бывает такой момент, что невозможно постоянно идти на компромисс с этим миром. Невозможно постоянно идти на компромисс со своими желаниями, со своими пристрастиями. Порой приходится делать выбор. И выбор, который очень тяжелый. Очень тяжелый в жизни каждого человека. Это выбор веры и выбор между небом и землей буквально. Авраам мог не приносить жертву Исаака. Тогда бы он действительно лишился всех тех обетований, которые были даны ему. Он лишился бы неба. И Бог, вероятно, бы избрал кого-то другого. Но Авраам поступил так, как он поступил. И в жизни каждого человека, и в жизни каждого из нас порой бывают такие моменты, когда приходится выбирать между верой и каким-то благополучием. Поэтому вера – это всегда серьезно. Вера – это всегда выбор. И вера – это не всегда, как сказано вначале у Маркса, потом это переделал фразу Ленин, что вера – это опиум для народа. Да, вера успокаивает. Причем изначально у Маркса эта фраза звучала в более позитивном контексте, а Лениным она была переделана уже в негативный контекст. Что вера одурманивает, а Маркс говорил о том, что вера успокаивает людей и дает им надежду. Да, но вера всегда и требует от человека, вера требовательна. И она требует от человека каких-то порой кардинальных изменений. И мы должны решиться на эти изменения. Далее в тексте говорится о трех случаях, когда люди находились при смерти и не получали обещанного. Это потомки Авраама, это Исаак, Иаков, это Иосиф. Все эпизоды, о которых здесь пишется, во-первых, здесь упоминается в данном отрывке, в послании к евреям о том, что они находятся при смерти, они умирают. Это те люди, они умирают, они находятся при смерти, действительно, но они не получают того, что им обещал Бог, но они все равно верят. Вера, она распространяется таким образом, действительно, за пределы человеческой жизни. Она нацелена не на саму жизнь. Вера – это не прикладное искусство, это не некий психологический тренинг, который позволяет добиваться успеха в этой жизни. Это некая иллюзия современных неких маркетологов и технологов. Настоящая серьезная вера, она простирается за пределы самой жизни. И не всегда мы получаем то, во что верим, в рамках этой жизни, но вера нацелена именно за пределы самой жизни. Поэтому верою в будущее идет благословение Исааком, Иакова и Исава, и так далее по тексту. Именно вера устремлена в будущее и за пределы самой жизни. Это очень важно нам сегодня понимать. И далее идет речь о Моисее, о пяти эпизодах веры, которые случились в жизни Моисея. О них очень можно долго и подробно говорить, у нас нет, к сожалению, на это времени. Но очень важно нам понять, что вера – это дело серьезное, и оно требует не только некого утешения, утешения, мы должны искать не только некого утешения, но и некого серьезного выбора. Серьезного настолько, насколько это показано в сегодняшнем тексте. Итак, дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова